Преподаватели не в строгих костюмах, а в ярком и обязательно с символикой FIFA. Послы чемпионата мира по футболу Дарья Шкурихина и Павел Занозин сегодня ведут спортивный урок. Лекция об истории Мундиали, о странных участниках и главных фаворитах. Мне кажется, эти уроки очень хорошо пропагандируют футбол и помогают нашей стране более хорошо его провести. Чем больше людей о нем знают и помогают организаторам, тем лучше он будет проводиться. По-моему, футбол – это самый лучший вид спорта. У школьников совсем не детские вопросы, а что первенство принесет городу простым жителям. У Дарьи Шкурихиной на это есть хороший пример – Казань, однажды измененная универсиадой. Казань, как моя родина, я там родилась, они же новые мои дырщики, они же на ней живут. Я знаю, каким городом был до этого, я знаю, что я сделал универсиад с этим городом. И Дзита сейчас одна из самых спортивных столиц нашей страны. Поэтому давайте просто будем емить в том, что Нижний Новгород изменится. Далеко не каждый раз все жители страны, которые проводят такой большой турнир, довольны. В той же Бразилии, например, где Пандрян был сначала спортивный, а потом Олимпиада в Рио, многие были просят. Но это то, что нам нужно принять. Совет от звездных учителей – в ближайшие 100 дней подтянуть английский. И постараться стать частью футбольного праздника в родном городе. Послы чемпионата уже распланировали, что будут делать с середины июня. Надеюсь, что я буду комментировать все матчи сборной Франции. И очень хочу, чтобы сборная Франции приехала в Нижний и сыграла в четвертьфинале здесь. Я весь этот месяц, когда будет идти чемпионат мира, я освободила полностью. Я хочу погрузиться в эту атмосферу. Я хочу быть каждый день там либо на фан-зоне, на Минина, либо на стадионе болеть. На самом деле за любую команду. Мне хочется бывать на всех матчах. Мне хочется посмотреть на всех, кто приедет к нам в Нижний Новгород. А я постараюсь ездить еще и в другие города, побывать на матчах. Смотреть футбол не только на стадионе, а еще на самой большой плазме и в центре города. Так что, если вам не достались билеты на матчи, это не повод расстраиваться. Здесь, у Кремленской стены, будет работать фан-зона. Уже подсчитали, что именно отсюда за игрой будут наблюдать больше 16 тысяч болельщиков. Обустройство футбольного городка на этом месте начнется уже 12 мая. Парк будет насыщен спортивными аттракционами. А звезды футбола дадут нижегородцам мастер-классы. У нас уже осталось всего 100 дней, всего 100 дней для того, чтобы уже наш город принял уже чемпионат мира. Это великолепно. Остался последний рывок, финишная прямая, 100 метров. Но самое приятное то, что мы очень много сделали. Мы много сделали для города. То, что мы запланировали на сегодняшнюю дату, нам много удалось уже сделать. Практически все тренировочные поля закончилась стройка. Уже база команд, которые признаны Уругваем, уже посетили, посмотрели. Все мы остались довольны. Вы знаете, идет плановая работа. Операционные планы набираем волонтеров, готовим людей. Вы знаете, очень сильно занимаемся туризмом. Обратный отсчет запущен. За 100 дней на площади Минина первая репетиция. Следующая уже со спортивным уклоном 15 апреля. На новом стадионе состоится первая игра. Екатерина Вологина, Владимир Старцев, служба новостей «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова